привет друзья в последнем выпуске могилёвской крытой я обещал что если несколько человек попросит меня разъяснения и отдельные видео о том как делать машину я его сделала и вот 4 человека попросила в комментариях я буду рассказывать вам как в условиях тюрьмы из подручных средств сделать машину машина это самодельный кипятильник я попытаюсь сделать все максимально приближено к реальности а также имейте ввиду что я уже добрых пять лет этим не занимался поэтому будет немного медленнее чем я бы это сделал пять лет назад но будем пробовать будем делать и вы будете учиться как делать кипятильник своими руками и так что нам потребуется для машины во первых это провод во вторых спички нам потребуется мойка и мы ее будем с вами извлекать это нитки не обязательно белые любые две зажигалки собственно грянам потребуется не зажигалки а только лишь железки от них плоскогубцы я взял честно говоря для простоты конечно у вас в тюрьме просто плоскогубцев не будет вы будете действовать собственными зубами делать то же самое примерно с той же эффективностью но чтобы уже себе не усложнять задачу я взял плоскогубцы и так первое что нам нужно будет сделать это раздобыть мойку принципе у каждого зэка она всегда есть априори но раз уж на сами сегодня обучающие видео то мы будем учиться ее доставать 0 мойка это вынятая из безопасной бритвы лезвия вынимается она с помощью зажигалки значит есть особенные умельцы которые могут и без зажигалки вынимать но это довольно таки травмоопасно и мы этого делать не будет меня например без зажигалки никогда этого не сделал и суть вся процесса заключается в том чтобы мы взяли и разогрели вот эти вот детали пластиковая верху верху лезвий и ногтем их сковырнули и достали собственно лезвие обычно в такой к сети 23 лезвия ну и так начнем тут очень важный момент что когда это делаешь если ты разогреешь слишком сильно то ты опалишь руки раскаленной пластмассы если ты разогреешь слишком слабо то ты не размягчишь пластмассу так чтобы ее можно было снять поэтому нужно соблюсти этот баланс соблюдать его можно узнать его можно единственно только постоянной практикой если вы часто это делаете у вас это разборка будет занимать полминуты таких если вы делаете это редко делая то конечно придется чуть-чуть повозиться лагерей надежда горяча на свиданке хата для двоих выпню за тоску из-за печали ой там по периметру горят фонари и одинокая гитара поет туда зимой не прилетят снегири там варанье вот мы наконец-таки и совладали с этим лезвием имеем имеем две замечательные моечки если тут остается какие-то маленькие кусочки пластмассы микроскопически просто проще все просто вот и того первый элемент мы уже имеем две моечки идем дальше что нам понадобится следующим это снять провод значит нам вообще для машины лучше как можно более длинный провод иметь потому что он как я уже рассказывал постоянно перегорает и вам придется его связывать в результате короткие замыкания пригорают вам придется его связывать и ваша ваш провод ваша машина будет с каждыми сутками укорачиваться и укорачиваться поэтому конечно если у вас ну что вы понимали все пользуются конечно не изолированными проводами потому что все пытаются сократить объем если у вас есть возможность взять вот такой вот прям провод то конечно пользуйтесь ей но конечно же такой возможности у вас скорее всего не будет поэтому наша задача будет состоять следующим мы сейчас берем моечку и делаем ну примерно 4 5 сантиметров надрезы на изоляции провода по кругу берем плоскогубцы как вас плоскогубцев не будет вы берете собственные зубы и и сдираем изоляцию вот так вот тут нужно быть крайне осторожным потому что если вы сделаете слишком долгие слишком на большом расстоянии надрез и потянете слишком сильно или сожмете свои зубы слишком сильно то вы вместо того чтобы снять изоляцию вы оторвется провод у вас будет коротенький провода там где вам нужен длинный поэтому если там вдруг будете делать плоскогубцами то не зажимаете по всей длине вот так вот аккуратненько по чуть-чуть помаленьку снимаем поскольку у нас тут видео демонстрационной нам двухметровый провод не нужен то мы соответственно будем делать все не на полную длину мы в крытое использовали для этого провод от кипятильника потому что в принципе другие электроприборы в тюрьме запрещены единственное что ты можешь использовать для этой цели это кипятилу кипятило вообще универсальная вещь из него можно сделать также игрушку игрушкой называется любой предмет для пробивания кабур вот кипятильник мы разгибали получался такой металлический пруд может не металли не целиком он металлический там какое-то наполнение вот и соответственно этим прудом долбили стены очень удивительный удивительный факт интересно знать что кипятильникам можно пробить бетонную стену при наличии критического количества свободного времени вы никуда не торопитесь и сидеть вам еще долго золотом покрытый купола и малец послушник листья жгет помолюсь за тех кто в кандалах ждет забегу к приятелю на миг птицам побросаю караваи выпью за потерянный людьми край там по периметру горят фонари и одинокая гитара поет туда зимой не прилетят снегири там воронье там по периметру горят фонари и одинокая гитара поет туда зимой не прилетят снегири там воронье вот пожалуйста видите начали уже обрываться прутики это не очень хорошо потому что еще чуть-чуть бы нам длины ну сейчас короче попробуем снять немножко по другому если у нас это получится попробуем сейчас разрезать этот проводок вдоль вот видите так тоже можно ну что смотрите мы имеем таким образом давайте на верочку еще сделаем совсем маленький ковалочек потому что в принципе чем длиннее тем лучше запас как говорится карман не тянет сейчас сделаем еще один надрез там по периметру горят фонари и одинокая гитара поет туда зимой не прилетят снегири там воронье там по периметру горят фонари и одинокая гитара поет ну вот все я думаю этого нам хватит для нашей экспериментальной машины все таким образом мы имеем сколько ну сантиметров 40 40 провода для чистоты эксперимента опять же мы конечно я повторюсь вам если не знаю там на даче хотите кипятинник сделать или просто не любите пользоваться хендмейдом вам конечно такой провод гораздо лучше то есть не надо убирать изоляцию видите тут несколько таких ниточек да не знаю как они у электриков правильно называются вот и они свернуты конечно такая прослужит вам дольше но так как мы типа вкрытый то мы сейчас возьмем и достанем отсюда всего лишь одну ниточку точнее не одну а две две и будем из них все делать вот они один видите уже сам оборвался поднимем видите они даже рвутся блин сами по себе настолько тонкие оборванную берем ну вот из этого у нас должно все получится так следующее что нам нужно это вот эти вот железки от зажигалок то есть вы поняли да вам нужно чтобы в этих штуках было по отверстию вот но после чего мы берем нас видите две таких пластинки нам их нужно сделать из них нагревательные элементы то есть они должны быть желательно максимально ровными то есть насколько это конечно возможно не надо там уже слишком угорать по перфекционизму вот дальше мы берем что мы берем спички в принципе пары спичек нам должно хватить дальше соединяем эти элементы таким образом чтобы одна дырочка была по одну сторону а вторая по другую понимаете да вот дырочка и вот дырочка только здесь снизу а здесь сверху вот так вот должно быть чтобы они смотрели друг на друга как бы по диагонали серку это убираем она нам нужно отламываем ну приблизительно треть треть длины спички нам понадобится и делаем вот такой вот короче бутербродик из спичек и это самое можем взять не одну мы сейчас возьмем на две даже для наверх поняли да пластины самое главное посмотрите они должны быть вместе рядом но не соприкасаться сейчас если мы все сделаем мы посмотрим если они будут где-то соприкасаться мы их разогнем нам эту систему всю теперь нужно укрепить нитками конечно скажу вам прямо что одному это сделать довольно таки тяжело лучше конечно чтобы у тебя был сокамерник который те что ты это поддержит когда тебе удобно но мы же не ищем легких путей правильно не отступаем перед трудностями поэтому сейчас мы будем мучиться и что-нибудь получится начнем наверное с одной начнем и и и и и и и и Интересных и и и и и и и и Видите, никто еще и рвется об острые края. Понятно, что у меня сейчас они немного торчат. Торчат они по той простой причине, что я не собираюсь эту машину запихивать в торпеду. Она у меня шла по торпеде, конечно, тут было все немного более аккуратно. Но у нас такой немножко демонстрационный вариант сегодня. Поэтому делаем трошку обыяк. Плюс, как я уже вам говорил, очень давно уже этого не делал. Обматываем усердно и много. Куда я прикреплял этот второй конец, я, честно говоря, уже не помню. Просто свяжем его вот так вот, чтобы эта нитка тоже не болталась, потому что болтания нам не нужны. Вот, обрезаем немножечко лишнее. Вот, я попытался, насколько это возможно, аккуратненько убрать все эти узелки. Когда у вас будет побольше времени и сноровки, вы это сделаете проще и аккуратнее. Сейчас просто стараемся по максимуму. Так, смотрите. В итоге, что у нас получилось? У нас получилось две пластины, соединенные вместе между собой, но не соприкасающиеся. Внимание, если они где-то соприкасаются, мы эти участки разгибаем. Они могут соприкасаться только через дерево спички, потому что дерево, как вы знаете, не проводит электричество. Вот, что у нас получилось. Ну и последнее, что мы делаем, это подсоединяем к ним, собственно, проводки. Для чего мы делали это отверстие? Берем проводок, один, и делаем из него плюс, из другого минус. Но, как мне сказали, правильно говорить, фаза и ноль. Все просто, тут ничего сложного. Берем, привязываем так, чтобы шел контакт. Прикольно. Прикольно. Все, машина готова. Пришло время ее испытать. Ну что, ребят, пробуем. Значит, сразу говорю, я не несу ответственности, если вы захотите попробовать это дома. Пожалуйста, делайте все крайне аккуратно, либо не делайте вообще, потому что может сильно ударить током. Я рассказываю тебе правила безопасности, которые я знаю и я. Во-первых, сначала мы погружаем машину в воду, потом все остальное, иначе она бабахнет у вас в руках. Потом, так, нужно чуть-чуть подвинуть стол. Потом, если вы это делаете в кустарных условиях, то сначала вы подключаете минус, то есть заземление, а потом только плюс. Ну и само собой, каждый раз, когда вы подключаете плюс, у вас должна быть, ну то есть когда вы суете к источнику тока, у вас должна быть изоляция. Ни в коем случае не делайте это голыми руками. Значит, в тюремных условиях используется причал. Просто такая газета, сворачивается трубочкой, в нее вставляется этот проводок, вот так вот, и, соответственно, вы просовываете туда, куда вам надо. Здесь у нас нет нужды причал использовать, поэтому мы используемся плоскогубцами, на них вот видите изоляция. Ну что, пробуем, чтобы оно лучше контачило, я согну вот так вот, немножко, надо было чуть-чуть подлиннее сделать, было бы удобнее. Заткнись, урод! Ну вот, теперь смотрите, как она работает. Вот так вот работает самодельный кипятильник, называемый зэками машины. Сейчас мы закипятим с вами водичку. Видите, кружка вибрирует и уезжает. Вот, все, вода закипела, мы вынимаем. Есть один нюанс, обратите внимание, вода в кружке после первой заварки, она грязная, видите, с таким налетом. Ну, потому что это всякие, с металла всякая херня, короче, попадает в воду. С первой заварки, конечно, пить нельзя. Поэтому эту первую воду первый раз пропеченную вы выливаете, а потом машина уже делает вам нормальную воду. Ну что, друзья, вот и все. Все, теперь вы практически дипломированные крыльчики. Знаете, очень важный тюремный лайфхак. Применяйте в жизни, в хозяйстве. Лучше, конечно, в тюрьму не попадать, но если вы, если вы революционер, то с очень небольшой вероятностью вам только удастся этого избежать. Теперь вы это знаете, умеете, если вам еще что-то интересно, еще что-то хотите знать, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну, пасаран, живи Беларусь, всем добра и критического мышления. На заборе проволока винтом Помолюсь за тех, кому тюрьма Дом Лагерей надежда горяча